По воле Божией, как сказано. Вот для этого мы пришли сюда. Потому что все, что творится сегодня в мире, тем более в этой рулетке, оно достойно всякого осуждения, безумства. Никаких мыслей у человека нету. Хуже скотины ведут себя. Одно блудодеяние, больше ничего на уме нету. Человечество свихнулось с ума. Гендерное, мужеложное, геи, всякая мерзость. Лишь бы только не рожать. Ну, в принципе, я согласен. У людей кукушка съехала уже давно. То есть мало кто нормально общается. Именно как отец правильно сказал, половина гомосексуалистов, всяких дрочеров и т.д. и т.п. подобного. То есть мало людей, кем можно на самом деле пообщаться. Это вообще о чем-то. Все или матерятся, или хотя ты им говоришь, например, добрый день, они начинают материться. Ну, это зависит от человека. Какое воспитание? Интереса-то никакого нету. Если человек не верит, что что-то за гробом есть, другая жизнь, ему просто не интересно. А что он может увидеть? Пожилой человек. Но когда мы начинаем говорить о духовном, что у меня мои годы, мое богатство, как поется, мы рассказываем о Боге, о вечности, за гробом другая жизнь. А у нас что получается в стране? За время перестройки убито в очреве матери, в вагине женщине 120 миллионов младенцев. Это страна проглощена. И во всей стране, во всей стране только один глава администрации запретил аборт. И кто это? Не знаете, видите как? Не знаю. Я, например, своей девушке сказал точно никаких аборт. Но все-таки добро. Хоть один есть такой. Герой настоящий. О, а там сзади кошка, что ли? Да не один у меня их, опять. А ты сам откуда, отец? Не откуда, с кухни. Нет, нет, я спрашиваю. Откуда, с кухни? Ну, так вы неправильно спрашиваете. Вот как один все. Откуда, откуда шаблоны? Где находитесь? Вот, а откуда это пункт А, пункт УБ? Я говорю, был на кухне и пришел сюда. Ага. Я нахожусь, Алтайский край, город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. У нас все открыто. Мы свидетельствуем о Боге. Без Бога не до порога поговорка была. И поэтому каждый день верующий начинает с молитвы, правила. Он за все Бога благодарит. За питье, за еду, за воздух, за жизнь. У неверующего у него ничего нет. Он набил утробы, а дальше разводов 86% за первые три года. Ну, какая это страна? Это шушера. Ну, какая... Знаете, вот... Вас как звать-то? Меня Даниэль. Даниэль. Это благословение Божие. Слово Ил, это еврейское слово, заканчивается. Ил, это Бог. У вас божественное имя. Так вот, вы должны знать, что вы... Ваше имя происходит из Ветхого Завета, книга порока Даниила. Он пророчески видел, что дальше будет до самого страшного суда. Вот в этой книге, которую я показываю. Вот здесь книга порока Даниила. Если человек не знает... О чем мне Даниил? За 700 лет до Рождества Христова он предсказал, какая будет власть. Он видел все перемены. Персидское царство, греческое, римское. И вот последнее, какая будет власть, мы уже знаем. Будет один еврей над всем миром, столица Иерусалим. Что мечеть теперь там, она будет сломлена, видимо. Третий храм будет построен. И будет еврей из колена Данова, и он будет всемирным правителем. И царствовать будет 42 месяца. Все. И мир заканчивает существование. И мы поэтому готовимся к великим грозным испытаниям. Всемирная война будет, где погибнет 2,5 миллиарда человек. Потому что война будет с этим, я согласен. Так написано. Написано, мы свидетельствуем, не придумаем ничего. Книга Библии официально признана самой распространяемой в мире книгой. Переведенная на 2896-й примерно. Ближе к ней произведение самого известного автора на 120 языков. В 2800 и 120. А это пустое пространство. Вот как. Мы здоровьем вам. Да слава Христу. Не жалуемся. Потому что с Богом все время идешь ты кверху. У тебя хорошее настроение. Не пьем. Вот мы мясо не едим. А без Бога одна злоба друг друга трясет. А то только вниз. Люди умирают. Почему рано? Вот сейчас пришла газета. Это Комсомольская правда. И на развороте статья. И там написано. Если бы большевики не победили в 1917 году, нас бы было 650 миллионов. Полмиллиарда сожрал сатана. А его все еще там в Мазолее держат поганцы. Полмиллиарда. 500 миллионов потеряла страна. Это официально все. Всего хорошего вам. Человек бессмертный. Мы все помирать будем. А что там будет? Или в этой жизни колбасить только можно? У вас ни семьи настоящей не может быть. Ни друзей. Одно предательство. Блуд. Ну так оно. Ну так разве нормально? Мы еще раз говорим. Мы пришли с великой миссией. Показать вам, что Бог посылает своих слуг нас. Чтобы мы оповестили вас. Господь умер за нас. И прощение грехов дает даром. Ты только помолись и встань на другой путь. Господь ждет нас. По любви своей. Ни разу не молюсь. Если бы мы близко были знакомы, вы бы по-другому вели себя. Я в тюрьме сижу, дед. У нас большой ютуб. Можешь зайти на него. Посмотреть. Канал. Ну у нас просмотр. Вот у меня. Канал у меня. Высказать о великой Божьей любви. Что Иисус Христос умер за грехи людей. И ныне всех призывает к себе. Чтоб покаялись и верили в Евангелие. Потому что мы все умрем. А за гробом другая жизнь. Там будет то, что здесь сделали. Они пойдут в ад гореть в огне с сатаной. А другие с Богом радости будут с ангелами. Что мы изберем? Решаем сегодня. Вот для этого мы пришли сюда. Потому что это место разврата. Самое гнусное во всем интернете. У вас вопросы, может, какие есть? Да нет. Ну, для чего человек живет конкретно. Это вопросы серьезные. Надо спрашивать не как дела. Как дела дергаются. А мы должны спрашивать друг друга так. С чем мы можем помочь друг другу? У каждого свой опыт. Какой-то талант. И поделись талантом. А то ни стихотворения не могут показать. Ни картины. Ни стройки. Ничего нет. А одно блуд и блуд. В армию-то брать некого уже. Ну, вот так вот. Услышал один раз. И ищи, где можно найти верующих. Храм Божий есть. Пойди. Там священники. Сходи на исповедь. Живи тихой, мирной жизнью. Потому что смерть, говорит, не за горами, а за плечами. Господь сегодня нас ждет. Отмой встретили. Значит, оба мы живые. У меня есть талант один. У тебя другой. Опыт, конечно, у нас разный. Возраст разный. Жить для Бога – это радостно. Это все друзья. Никто никого не обманывает. Муж верит жене. Жена мужу. Дети послушные. Работают. Нигде воруют. Ни сквернословят. Понимаете, у верующего уже на земле, здесь, жизнь очень отличается от неверующей. Вот мы в рот не берем алкоголя никакого. У нас мясного нет. И мы все живы, здоровы, как одна семья. Строим деревню православную. Вы вегетарианец, да? Ну, это мы не в храме. Я дома сижу. Вот мы строим православную деревню. Деревню целую. Получили землю, статус. Храм построили, школу. Государственную школу. Ну, люди живут в своё хозяйство. На территории деревни надписи даже курить не разрешают. На территории, не в дому. Вы вегетарианец, да? Да. Господь... У меня отец тоже 9 лет вегетарианец. 9 лет не пьёт, не курит. Я тоже вегетарианец уже год. Вы разбираетесь? Да, да. В скайпе есть скайп. Можете найти. Игнатий Лапкин. На меня выйти. И там я скину наши ресурсы. У нас большой сайт, форум, мейл.ру. Ютубе канал большой. Очень большой. 18 100 роликов. Нефига себе. Да. И посещаемость 44 миллиона. Офигеть. Это всё божественно. И вы увидите, как у нас в храме дело. Какая тишина. Как... Я вот начальник детского лагеря, 45 лет был. Без помощи государства подняли тысячи детей. Знаете, так интересно, когда... Делаешь то, что в государственном масштабе признаётся. Вот только запомните два слова. Игнатий Лапкин. И в скайпе зайдите. И вы меня запишите, забудете. Нет, нет, не забуду. Вот в скайпе. Скайп. Такая есть система. Да, да, я знаю. И вы зайдёте, я вам дам... У нас занятия идут здесь. Вам будет очень интересно. Поучительно. Три раза в неделю занятия. По скайпу. Как звать-то вас? Нет. Иван. Иван? Да. Ну, это благодать Божия, кажется, что-то там, Иоанн. Благословение там. Это еврейское имя. Иоанн, правильно, там у нас. Ну, у нас Иван зовут. Меня зовут Игнатий. Значит, неизвестный с греческого языка. Вот так. Ну, если вопросов нет, Иван, будем расставаться? Ну, да. Храни тебя, Господь. Береги себя. Никому в дом не заходи никогда, потому что много опасностей. Школивающийся ещё? Да. И как пошёл, сразу кто там, как папа, мама, благословите. Три поклона положи. Впереди себя перекрести. Скажи, отрекайся от сатаны, от всех дел его, чтобы тебя никто не тронет. Ты будешь идти по земле хозяином. Никого не бойся. Нигде не куривай, нигде не участвуй. Один-два раза укололся, уже наркоман. И жизни твоей не будет. Домой скорее возвращайся. Больше читай, изучай разные языки. Учи какой там английский, китайский. А время-то уходит. Ты молоденький, у тебя опыт будет. Ты интересный будущий человек. А так ничего и нету. Прогоняли за чубой вонючей юбкой-то. Тут добрые-то. Чего они будут с незнакомым знакомиться? Ну, все пока с Богом. Храните Его, Господь. Я умоляю, не ругайтесь. Мы по-разному. Я вам сказал, что это твой человек. Мы пришли с великой миссией. С тем, что Господь оставил. Что Иисус умер за грехи людей и воскрес. И поэтому не отчаивайся, что там согрешил, сделал покайство перед Христом. Он наши грехи понес на себе. Это самая радостная весть в мире. Вы бы должны просто вздрогнуть и сказать, Господи, куда я иду? До такого возраста дожил и неуважения к людям, ничего нету. У вас настоящей семьи не может быть. Ни настоящих друзей. Опокаившись, ты очистишься, и у тебя будет все по-другому. Чего уж так себя поставил-то? Семьи нету, друзья лучше есть. Это некуда лучше. Голову отвернуть не задумывается. Друзья у неверующих быть не может. Они только ждут удобного момента, чтобы тебе, говорится, шило воткнуть. Какое шило? Сынок, ты с кем разговариваешь, не знаешь. А если бы знал, ты бы сказал, прости меня. Я по-моему вижу. Сынок, еще раз говорю. Ты разговариваешь с верующим человеком. И за слово Божие мне пришлось пять тюрем пройти и лагерь. Тебя в одну минуту размажут по стенке. Почему? Да потому. Как ты себя ведешь? Помилок грязный. Как ты со старшим говоришь? Там умеют смотреть. Там шестой ходкой пахан, он тебе, говорит, заставит лизать, что не надо. А я был, они меня как самого главного чтут. Потому что я за всех молюсь. Что ты совсем уже не думаешь о Боге? Нельзя так. Как тебя зовут-то хоть? Алексей. Ну, Алексей это помощник означает, в переводе на русский язык. Меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаула, тайский край. Мы-то можем чем-то поделиться добрым. А так, кто и кубинал, хатабыч, матерками срали. А чего хатабыч? Я не сказал хатабыч? Вы не сказали. Маленькие ребятишки. Даже мусульмане. Я говорю, ты, он мусульманин. Я мусульманин. Я говорю, у тебя другая книга, наверное, да? Ой-ой-ой. Коран. Я говорю, считать еще не может. А тут баран. Ни один не может прочитать. Дома, я говорю, четыре жены. За каждую колын платить надо. А тут 44 голые даром. И вы, южные жеребцы, на наших северных кобылах пашите тут. Захохотали. Не хохочи. У тебя тоже написано, что за это суд божий будет. Гурия тебе там каждую ночь будет. А гура по-немецки означает проститутка. Гура? Да, Гурия. А за что сидели в тюрьме? За слово Божие. 190 прим была статья. Я насчитал 50 книг. На магитопоне раскрутил. И одна из них архипелаг Гулаг Солженицына. И брал интервью репрессированных. И стихотворение про Ленина. Ну и... Так что было за что. Было за что. Мы для Бога это делали. Чтоб глаза открыть. Ну так, Алексей. Что у вас там? Тут такие звуки издают. Кто? Деревни, маленькие города были просто... Так, видите, у вас... Что-то эхо начало. Я говорю, у меня брат, Юродный, сидит в тюрьме. Ему тяжело сейчас там? А вот вы выведите его на меня. На меня выведите его. Скажи, выйди по скайпу. Игнатий Лапкин. Ну все, Алексей. Прощаюсь я с вами. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Три суда. Вот это у меня книга. Ты знаешь, как она называется? Нет. Считай. Библия. Библия. Да, вижу. Это Библия. И из нее мы узнаем, что Иисус Христос родился 2019 лет назад. И умер за грехи людей. И воскрес. Слово «воскрес» сегодня – воскресенье. Это вообще всего день так называется. И будет суд Божий. И на суде Божьем Господь будет определять, кому идти в ад, кому в рай. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Ты поэтому позаботься о себе. Родителей не огорчай. С дурными товарищами не води. Сходи в храм Божий. Сходи на Ииспо, батюшки. Там, если у вас есть православная церковь, никуда больше не ходи. В церкви у нас достаточно для спасения всего. И таинства. Тебя как зовут-то? Павел. Павел? Правильно, Павел. Это означает с еврейского малый. Малый, но небольшой. А меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин. Город Барнаул. Город Барнаул. Мы сюда пришли. Мы в 81-й год мне. Мы пришли сюда с великой этой радостной вестью, чтобы людей познакомить со Христом. Для Бога жить надо. А на жизнь такая наполненная, радостная делается. А умирают все рано или поздно. Мы все временные здесь. Вот если хочешь на наш YouTube попасть, заряди «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Вот попробуй набрать. «Во свете Библии Игнатий Лапкин». Это я. YouTube-канал. Открылась? Там еще какая картинка есть? Там должно показано быть сколько подписчиков. Сколько там? 43. 43-800. И общая посещаемость 44 миллиона. Потому что у нас не игровой YouTube. Все серьезное. Мы деревню строим православную. Все учителя верующие. У нас никто не матерится, не курит, не пьет. Своим трудом живут. Ты можешь теперь зайти и по каналу посмотреть. А можешь на меня выйти через Skype. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Я там все ресурсы могу скинуть. Вам будет очень интересно. Я тем более начальник детского лагеря. 45 лет был. Могу многие материалы показать. С дурными товарищами не водись. Никому в дом не заходи. Потому что дети часто теряются. Тебе сколько лет-то? 15. 15? Ну ты уже большой. Будь аккуратнее. Поэтому и родители тебя будут благословлять. Пойдешь, скажи, благословите. Не пей, не кури. Не надо. Я один раз попробую. Не надо. Туда подскользнуть все легко. А выйти очень трудно. Конечно, Христос помогает. Но лучше не искушать Бога. Вот. Если будет желание встретиться, мы еще можем встретиться. Вопрос. Свет в Америку. У тебя на канале очень много видео за один день. Да. У нас 18 тысяч 100 этих роликов. На все темы. Там, как я в университетах вел занятия, в детском лагере, миссионерская поездка, как в храме молимся, как рыбачим. У нас все фиксируется. Простые такие, незатейливые, небольшие. Есть и большие ролики, занятия, по два часа, даже больше. Ну, все тогда, Павел, с Богом. Храни тебя, Господь, для Царства Небесного. Сходи в храм, исповедуйся. Господь, да благословит тебя. Кирки посыпятся. Скорее отключаются. Вонь-то женская. Задушила совсем. Валяются голые мужики половина. С ума посходили. Нормальной семьи-то нету. За время перестройки только в стране, в Российской Федерации, 120 миллионов абортов. Страна исчезает. И все блудят и блудят. И не могут, говорят, разродиться никак. А когда о Боге скажешь, аж визжат от злости. Мы все умрем. И прицанем на суд Божий. Вот с этой целью мы сюда пришли. Если у вас есть вопросы какие, можете задать. О душе, о вечности. Только без руганий, чтобы просто так. А вы когда проснулись? Сколько часов назад? Мы встаем в 4.40. Всегда. Потому что утренняя молитва пока... После этого считаем Слово Божие. Ну и молодежь уходит на работу. С великой радостью рассказать людям о смысле жизни, о Боге, о Христе, о Спасителе. Это не надо ничего. Визжат, как бессинята. Совершенно с ума посходили. Половина мужиков голые валяются. Процентов 90 мусульмане. И все, пьют и пьют. Я говорю, зачем вы пьете на экране-то? Притом все. Абсолютно. Да, разницы нет. Пьют. Почему пьют? Не знаю. Я говорю, почему нигде не пьют? Мне вот 81-й год. Я вел занятия в университетах. Пара часов. И никогда не разрешал стакан поставить на капитру. Это неприлично. А зачем пьешь? Не знаю. Заглушить огонь блудный. И тот огонь, который ад готовится. Вы пытаетесь. Сами не зная того. Потому что там нет капли воды. И вы хотите насытиться. Да. Другого нет ответа. Как дела? Если с Богом человек живет по Божьим заповедям, у него дела будут только вот так. А когда в Бога не верят, все срамотадно. Дела только в ад. Вечный огонь, мучения с сатаной. Вот и дела. А мы верующие, мы строим православную деревню, где нельзя пить, курить, материться, воровать. И деда откуда? С кухни. С кухни пришел сюда. А ты куда пришел? Ты чего? Где-то в коробке? Понимаете, вопроса не умеете задать. Спросить, где ты находишься? А откуда это означает из пункта А в пункт Б? Ты же русский человек. Я нахожусь в городе Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81 год. Вам достаточно этого? Да. Все. Только не ругаться, прошу, ради Бога. Не скверните себя ради воскресения Христова. Если у вас есть желание получить богатый материал... Ну, чего вы от меня хотите? Не хочу я вообще на него работать. Да и вообще не хочу я на него работать. Я рискую только с ним. А те, кто пять получили, два получили. Их благословение оказалось неожиданно великим. Нашим материалом во всей сети нету нигде. Вот у меня канал здесь, Ютуб-канал. 18 тысяч 100 роликов наших. Наших. Даже 6... Там в Ютубе как тебя найти? Канал называется «Во свете Библии». Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Зарядите, вы увидите, просчете такого, где ни у кого нет такого. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. О, никуя себе. Да, во свете. Свет от нее. Я там, если вы зайдете по скайпу, скайп, Игнатий Лапкин, я легко вам скину все свои ресурсы. Такого ресурса нигде нет. Вот мы строим православную деревню. Я начальник детского лагеря, 45 лет был. Все без помощи государству. Даже дороги сами строим. Для себя. С выходом. Пруды отдельно все возродили. Зарыбили их теперь. Все свое рыба. У нас ни одного развода нет. Ни одного аборта нет. Ни одного матерка нет. И живем в этой же стране. Вот начинает Путин. Встречаться с людьми, которые живут городу. Себя ответственность. За нас Путин не будет возрождать землю. У него другой работы хватает. Так, если у вас есть вопросы, можете сейчас задать. Любые там. Может быть у вас есть вопросы, а что дальше будет? Политический вопрос. Я отвечу на все вопросы. Что будет, когда конец следует? А указаны признаки. Вот вам сколько лет? 21. 21. Мне 81-й. Постарше маленько. И вот нас поставить где-то и сказать, кто ближе к смерти? Ну, любой на меня покажет. А это еще не точно. Я сижу дома, а вы ездите. Дальше. По порядку. Вот так Господь указал. Мир будет стареть. Не будет слышать добрых слов. Не будет видеть благих поступков. Односкверно. Воровать, блудить. Измена. 86% разводов. Чтобы людям рассказать, для чего жить стоит. Устрали тебе, Господь. Вы в монастыре, что ли? Мы, православные христиане, имеем определенную цель. Рассказать людям, что как здесь на рулетке живут, так жить нельзя. Только я прошу не материться, чтобы... Нет. Ты нам, может, расскажи, когда мы из тюрьмы выйдем. Сынок, слушай внимательно. Слушай внимательно. Я освободился в последний раз в 87-м году. За слово Божие. Я прошел пять тюрем и лагерь смерти. Никто не думал, что я живой выйду. Меня вела московская КГБ. За слово Божие. Считали нас врагами советской власти. Я среди 50-ти книг насчитал. Я архипелаг ГУЛАГ. Архипелаг ГУЛАГ. Брал интервью репрессированных. А отец откуда освобождался? В 87-м году. 25-го марта. И город Жанатас. Жамбульская область. Казахстан СССР. Где? Что за лагерь-то? Город Жанатас. А оттуда положение взберутся. Так. Вот вы понимаете, я хоть немножко хочу сказать вам. Вы находитесь в трудном положении. Там туберкулез часто бывает. А вы еще курите. Зачем? Вы пожалеете себя. Давай пусть хранит вас, Господь, мы и вас. Всего хорошего. С Богом. Ищите Бога, пока Он близко. Не так, как у людей неверующих. У него большая цель жизни. Он знает Христа. Молится Ему. Получил прощение. И Дух Святой его наставляет и ведет. Чтобы совесть подсказывала, как поступать. Да, Святой Отец. Так оно и есть. Правильная Святой Отец. Только не ругайтесь. Вы курите все время. Не положено это. Я знаю, что не положено. Ну, как получилось, что мы курим. Ну, это не надо. 12 лет жизни отнимают. А мы являемся храмом Божьим. Храм Божий, кто разрушен, Касот Того покарает. А 12 лет жизни ты отрываешь. А мы себе не принадлежим. Бог нас создал. Он нас ведет. И надо для Бога жить. Верно говоришь. Отец, мы, честно, обои открещенные. Но Бога верующие. Да, Бога верующие. Ну, это хорошо, что верующие. Но вы должны как верующие жить, а не курить. Я вот прошел в своей жизни, за слово Божие, 5 тюрем. У меня большой опыт тюремный. И я сотрудничаю с местной тюрьмой в городе Барнаул. 3700 сидельцев здесь. И мы приносим им огромную пользу. Я узнаю там, что, где походатайствовать. Бумагу приносим. Даже яйца красили на Пасху, приносили. Вот сидят люди. Бывают мусульмане. Я в первую очередь стараюсь им помочь. А почему? Да потому, что другая среда, другие люди. Он здесь не тот. Дать шанс ему выжить. Чтобы он не отчаялся. Вот в чем дело. Я же четыре церкви построил. Мы храм строили. Храм строили. Это хорошо. Хорошо. А то тут много мусульмана. Они говорят, а у нас другая книга. Я вам показываю это. Да. Я говорю, а что сура пятая. 47 аяты. 66-68. Ни один не знает. Они не знают свою книгу. Там говорится, что нам Бог дал, а не жил Евангелие. Вот я показываю. И по нему нам надо жить. И мы не отрицаем кого-то. Они разбираются пусть сами. Мы знаем, за нас умер Христос и воскрес. Для Бога. Отец. Ты можешь сказать? Только без ругания. Чтобы ни одного слова поганого не было. Отец. Вот можешь сказать? Можно. А что нам? Может Бог нас спас? Правда так и есть. Я отвечаю вам. Мы не слились на машине. И вот у нас, короче, перевернулись. Я сам переворачивался. И все живые. Господь спас. Мы ехали на Камазе. Мы строим деревню православную. С нуля. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. А как раз ледок был. И машина... Я переворачивался. Знаешь, что такое. Может меня Бог спас. Да, нас Господь спас. Именно так, понимаешь. Правильно. Вас как зовут-то? Сергей. Не Василий. Валерий? Василий. Что-то я не понял. А мне Сергей. Какая-то неслышимость непонятная. А то бы я вам сказал, что... Сергей Василий. Василий? Да. Василий означает царь из греческого. Царь. Ты должен царствовать над своим телом, а не табак глотать поганый. Ты царь. Ты в семье должен быть с бородой. Не быть подкаблучником. Вот тебе царь. Настоящий. Я знаю. Я не покупаю, что мне было. Ну вот. Нужно трачу, чтобы меня не получили. Так, ребята. Мы сейчас расстаемся. Если у вас будет желание встретиться, два слова запомните. Игнатий Лапкин. И вы в скайпе меня найдете. Я дам вам ресурсы наши. Игнатий Лапкин. А где найти вас? В скайп. В скайп. Скайп. Хорошо. В скайп. А если в ютубе, в ютубе канал у нас есть. Во свете Библии Игнатий Лапкин. У нас огромный-огромный канал. Смотрите, сестры. Мы пришли со Святой Библией. Вы должны знать свое место. Жить для Бога. Делать записи грамот. Да. А все рулетки. Ты мужа хорошего не найдешь. Тут одни блудники собираются. Половина мужиков голые валяются. Думай, думай. Ну вот. Теперь думай. Будь разумной. Благодари Бога за все. Беда как... Вы знаете какая? Беда сейчас отключит она. Отключит. Слушай внимательно. В России самая большая беда через женщин. Потому что сделали за время перестройки 120 миллионов абортов. Государство погубили. Надо молиться. Бога славить. Ага. Что еще расскажешь? Написано в Библии так. Горе смеющимся ныне. Ибо вы вас плащите и возрыдаете. И блажены плащащие. Так смеяться не надо. Если вы настоящее... Голова маленько соображает. Посмотрите, что делается в мире. Какой смех. Государство чуть не по миллиону теряет каждый год. Если у вас есть духовные вопросы о жизни, о смерти, о вечности, можете задать. Давай. Вы можете зайти на наш... А мы когда умираем, мы потом ведь и живем или нет? А потом будет рай или ад. Два места только есть. Кто будет веровать во Христа и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка. Если вы хотите больше узнать, запомните два слова. Игнатий Лапкин, это я. В скайпе вы меня найдете. Можете открыть канал. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вот «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У меня 18100 роликов там. Это огромный материал. Мы деревню строим православную. Вы видите, какие у нас мужчины, какие женщины. У нас нет ни одного развода, ни одного аборта. Нет. Вот посмотрите «Игнатий Лапкин». «Во свете Библии» – это YouTube-канал. И там можете меня найти. Тут просто одна девочка. Ну ладно. Как вас звать-то? Ева Аня. Я не понял. Ева Аня. Аня? Аня и Ева. Ева? Да. Ева. Ну, Ева – это означает жизнь. Но Ана – это благодать Божия. Ева и Зоя – это одно и то же имя. Одно с еврейского, другое с греческого. Так, сестры, я уже ухожу. И если у вас будет желание встретиться, вы меня найдете. Да благословит вас Господь. И сохранит от всякого зла. Не верьте, которые мужчины голые. Это блудники. Не верьте им. Берегите себя, хорошенькие мои. С Богом. Берегите себя, хорошенькие мои.